Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как можно играть во Fallout 2 по интернету, либо же по локальной сети LAN, используя Redmin VPN для игры со своими друзьями. Значит, смотрите, к сожалению, да, всем известны, у нас с вами произошла ситуация, когда GameSpy Arcade у нас с вами был заблокирован, и по этому причине не работает возможность игры через сервера. В данном случае также в Steam версии, если вы купили лицензию, там недоступна возможность игры по интернету. Однако, существует два патча, по крайней мере, один из них точно на 100% работает на Steam версии, где брать сборку, возможно, у меня спросите. Первый вариант это купить Steam, второй вариант это скачать из интернета полностью готовый с подогнанными всеми файлами, включая сразу же данный патч. И третий вариант это попробовать сейчас поставить фикс на свою сборку с игрой, которую вы скачали, и попытаться запустить, чтобы у нас с вами все заработало. Значит, смотрите, также что хотел бы сказать, рекомендуемая версия игры 1.2. Также, если хотите играть с самими друзьями, сборки ваши должны быть идентичными, то есть полностью одинаковыми между всеми игроками, кто хочет играть, если вы с друзьями собираетесь играть. Лучше всего играть через Redmin VPN, вообще не заменяя никаких файлов, это можно сделать через главное меню. То есть локальная сеть здесь в данном случае не вырезана. Ну что ж, давайте проверять. У нас с вами есть в архиве, который вы найдете по ссылке в описании под видео, два файла flatout2.exe и flatout2.online.exe. Смотрите, чем они друг от дружки отличаются. Файл flatout2.exe на 150% был проверен на стимовской версии, и он точно сработает, если у вас купленная в стим версия. Второй вариант это flatout2.online. Что мы с вами, для чего он предназначен? Просто он изолирует стандартный исполняемый xe файл игры, чтобы его не надо было заменять. То есть я имею ввиду, дабы обезопасить наш с вами исполняемый файл игры flatout2.exe от замены. То есть чтобы не было у нас с вами такой проблемы. Что мы можем с вами сделать? Смотрите, значит файл flatout2.online закинули в папку с игрой. Это если у вас не стимовская версия. Для стимовской flatout2.exe просто закиньте, замените файл и можете запускать игру. Там список серверов будет доступен. flatout2.online, значит можно также ему с вами нажать, создать ярлык и поместим его на рабочий стол. То есть создали допустим ярлычок, переместили на рабочий стол для нашего удобства. И можно ему также прописать название. Ну допустим flatout2.com, просто ему напишем flatout2.online, чтобы нам было с вами проще. Еще кое-что хотел сказать, ребят. Если вы еще не заменили ничего, то слушайте пожалуйста внимательно. Дело в том, что некоторые люди жаловались, что у них, вот так заменяем, что у них игра потом не запускалась. Появлялись ошибки по типу fatal error, там фатальная ошибка, либо же просто-напросто игру запускаешь, она не запускается вообще. То есть просто рабочий стол остается как есть, ничего не стартует. То есть здесь в данном случае это означает, что совершенно верно, у вас просто неподходящая, видимо, произошла какая-то нестыковка исполняемого файла, данного патча в данном случае, с файлами игры. И поэтому вам необходимо искать другую версию. Повторюсь, самый лучший вариант это купить в стиме. Есть также возможность на стимбай, по ссылке в описании под видео, дешевых лицензионных игр, приобрести flatout2. Надеюсь, что у вас все заработает, все-таки преимущественно большее количество людей писало, что у них все работало успешно. Запускаем из папки с игрой, сейчас у нас с вами здесь создается автоматический архив, для того, чтобы можно было обезопасить ему игру. Ну, по крайней мере, он должен был создать этот файл, видимо, не создал, ладно. Выбираем наше с вами разрешение, если запускаете игру впервые, настраиваем сглаживание, в общем, все, что вы пожелаете. Буферизация и все остальное, допустим, все, что вы захотите. И нажимаем с вами ОК. Давайте проверять. Держим пальчики, ребятушки. Запустилось, отлично. Значит, смотрите. Это у нас с вами не стимовская сборка. Все запустилось, можно запускать через файл онлайн. Создаем, запускаем. Минутку, ребятушки, я кое-что сделаю создать. Мне нужно ей... Так-так-так-так-так-так-так. Буду говорить погромче. Буду говорить погромче, потому что может нам пролететь авторское право за музыку, поэтому мы с вами сейчас музыку вырубаем сразу же. Все, мы ее вырубили. Мы ее вырубили, поэтому все. Значит, смотрите, что мы делаем дальше. Если вы хотите играть только со своими друзьями по локальной сети, что нам с вами понадобится? Слушайте меня, пожалуйста, сейчас внимательно запоминайте. Нам с вами необходим будет Radmin VPN. Если вы хотите играть по локалке, кто-то из ваших друзей создает игру, создает сеть, прошу прощения, вводит имя сети, пароль, подтверждает пароль. Другие друзья, кто хотят с вами вместе поиграть, присоединяются к вашей сети, то есть нажимают присоединиться к сети, вводят ваше имя и пароль. Оказывайтесь в одной сети, нажимаете правой кнопкой мыши, все друг на дружке, нажимаете на кнопочку пинг. Это как в Radmin VPN, в Logmin Kamachi работает одинаково. По одинаковому принципу открывается черная консоль у нас с вами, и должно быть написано ответ от, и будут у вас строчки появляться друг за дружкой, что ответ происходит у нас с вами успешно, обмен пакетами, значит, происходит, и соединение работает отлично. Если вдруг такого не происходит, это значит, что вам нужно попробовать воспользоваться Logmin Kamachi, например. Это только в том случае, Radmin VPN используйте, либо Logmin Kamachi, если вы хотите поиграть по локальной сети, если хотите играть по интернету, это не нужно. То есть в данном случае нам с вами повезло, у нас с вами запустилась игра, и на что обратить внимание? Знаете, на что я обратил внимание? Как понять, что у вас файл заработает, что у вас игра вообще запустится. Вот такие, когда у вас присутствуют файлы в игре, такие как protect.dll, protect.drv и protect.exe, если они у вас присутствуют в папке, если у вас не стимовская версия, а скачанная из интернета, если три файла вот эти у вас присутствуют, скорее всего, у вас с данным патчем игра заработает. Если у вас, я обратил внимание, на другой сборке у меня третих файлов отсутствовали, у меня из-за этого не запустилась игра потом с этим патчем. Вариант еще есть, это стандартный исполняемый файл игры, flatout2.exe перенести, но я не стал рисковать. То есть я не хочу рисковать, заменять, можно создать бэкап основному файлу. Допустим, если вы хотите, так же как вариант, допустим, подписать ему бэкап, бэкап, например, да, и вот этот файлик flatout2.exe переместить в папку с игрой, и только через него постоянно игру запускать. Бэкап, если что, потом просто сделайте восстановление этого файла, переименуйте его обратно, и все. Для того, чтобы у вас просто игровые файлы не пострадали, это все для вас, надеюсь, что вы смотрите меня внимательно и слушаете. Давайте проверять онлайн, как у нас с вами работает. Создали ярлычок, заходим в папку с игрой, так, в папку с игрой, в саму игру заходим. Если у вас стимовская версия рядом с GameSpy, здесь на экране появляется надпись Steam потом. Я на это обратил внимание, у меня была та сборка, где там надпись у меня Steam появлялась. Значит, заходим, запускаем, запускаем. Хорош. Так, значит, нажимаем сетевая игра и нажимаем на онлайн. Нажимаем онлайн, соединение с GameSpy у нас с вами, и вот вуаля. Нажимаем поиск игр, можно нажать любой, найти игру, и у нас с вами... Вот, сервер. По всей видимости, один единственный, я так понимаю, который мы с вами можем выбрать. Нажимаем delete, кнопочка обновляется у нас с вами, и могут добавляться дополнительные сервера. Посмотрите. Значит, это для игры по интернету. Можно создавать самому игру. В чем проблема вообще этого флотаута второго при игре по интернету? Очень много читеров. И, к сожалению, даже если вы используете стимовскую версию, никто никак на этих читаков не может найти управу. Поэтому, что делать, решайте для себя сами. То есть, играть, не играть, но люди жаловались. Очень многие, что очень много читаков. В чем прикол играть с читами? Я не понимаю такого кайфа. Ребята, это не по мне, если честно. Вариант есть. Тусовка. Добавить игрока. Есть возможность у нас с вами свои игры. В данном случае, кстати говоря, что это такое у нас с тобой? А, тусовка это вариант игры, я так понимаю, на одном компьютере. Скорее всего. Возможно. Но мы его рассматривать не будем. Давайте рассмотрим с вами. Это вот варианты сетевые игры. Значит, стандартный онлайн и локальная сеть. Значит, происходит. Давайте соединение еще раз. И, допустим, создать игру. Вы можете создавать свою игру, одиночную гонку, либо соревнования. Тип машины. Настраивайте, как хотите. Как у хозяина игры, это означает, что у всех других игроков будет полностью все одинаковые автомобили, как и у вас. Любое, например, улучшение. Либо можно выбрать улучшение для автомобиля. Либо выбираете 50%, 0%, либо 100%. Полностью прокачанный автомобиль. Множитель закиси азота, это увеличенное количество закиси азота. Либо от 0 до 2 можно поставить. Игроки от 2 до 8. Повреждения в игре от 0 до 2. Если ставите 0, то повреждения автомобилю вообще не наносятся. Либо двойное повреждение. В гонке и повреждения в дерби. Также от 0 до 2, соответственно. Значит, далее мы нажимаем создать игру, например. И выбираем гонку. Либо трюки, либо дерби. Ну, например, дерби, арена, там все, что хотите. Трассу меняете и так далее. В данном случае это у нас с вами, как я понимаю, до количества... Наверное, победы... Здесь вообще у меня ничего не прописано. Сложно сказать, что это за число. Скорее всего, количество побед до уничтоженных машин. Либо, может быть, поражение до количества того, как раз вы умрете. Тут уже сложно подсказать по этому поводу. Но будем надеяться, что это количество фрагов, которые нужно сделать для победы. Все, сервак создан. Теперь через раздел списка подключения ваш друг, либо другие люди могут этот сервер ваш найти. Настройкой можно настроить речь. Если нужно, можно выключить речь. Выключить речь в игре и речь игрока. Можно также выключить. Но это для того, чтобы не работал голосовой чат. Если он кому-то не нужен. Смотрите, можно поменять трассу. Также сменить настройки игры в момент уже создания сервера. И поменять автомобиль. Настраивайте тот автомобиль, который вам нужен. Ну, здесь абсолютно любой из всего, что у нас с вами открыто. Допустим, там Невада выбираете. И по умолчанию, уже в зависимости от уровня, сколько у вас поставлено улучшения, будет прокачан автомобиль. С этим разобрались. То есть, через раздел поиска игр ваш друг, допустим, через раздел тип игр любой-любой-любая, может ваш сервак здесь найти. И вот он у нас бы отображался сейчас под цифрой 2. Здесь, в данном случае, здесь пока что у нас с вами, я понимаю, нету ничего. Смотрите, значит, почему люди, некоторые спрашивали, невозможно законнектиться. Справа в углу, вверху, вот появлялся только что такой значок, и невозможно было законнектиться. Причиной может являться то, что, возможно, у вас не совпадают игровые файлы между создателем игры и между игроком, который хочет подключиться. То есть, разные файлы игры, и по этой причине у него одна сборка, у вас другая сборка. Часть файлов немножечко, чуть-чуть перепакованная, и поэтому нестыковка с игровыми файлами происходит. Почему сказал, очень важно, чтобы сборки у всех были одинаковые. Это очень важно, потому что из-за этого вы можете, ну, скорее всего, не сможете просто подключаться. Значит, смотрите, другой момент по поводу игры по локальной сети. Здесь разобрались, если нажимаете «Быстрая гонка», то у нас автоматически должно, скорее всего, кому-то подключать. Да, в данном случае это вот к ним подключило, у нас с вами. То есть, автоматически «Быстрая гонка» нам позволяет просто быстро подключаться кому-то либо угодно, как я, по крайней мере, понял. Локальная сеть. В данном случае нужен «Радмин Липпен» либо «Логмин Хамачи». Об этом мы с вами уже сказали на рабочем столе. Значит, создать игру. Такому же принципу создается игра. Такие же абсолютно все настройки. Настраиваете кому что нужно. Выставили. Собственно, сервак у нас появился. И, допустим, ваш друг нажимает «Присоединиться». Ваш друг либо друзья, находящиеся с вами в одной сети. Соответственно, и здесь после этого отображается надпись «Сервер». Над моей головой вот «Сервер». И будет появиться цифра 1 и ник мой. То есть ник у нас с вами, который появляется, это имя создателя сервера. Вот и все, ребятушки. С этим вроде как, надеюсь, все ясно и понятно. Ссылка на игру отсутствует по причине требований правилам YouTube. Поэтому, ребятушки, прошу прощения за то, что не могу разместить для вас ссылку на игру. Вот так вот. Такие требования правила YouTube. Но благодаря этому у нас с вами можно быть уверенным в сохранности данного гайда, что он никуда не денется. Потому что мы ничего не нарушаем. Игру вам искать самостоятельно. С вами был ваш Виранка. Спасибо. На этом пока что все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и рассказать друзьям. Огромное количество гайдов, летсплей, всего круто, сможете найти у меня на канале. Не только в Флотауте втором, а также о множестве других игр, как играть по сети и по интернету онлайн. С вами был ваш Виранка. До новых встреч. Не переключайтесь. И пока-пока, ребятушки. Еееее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok